Почетное звание от библиотекарей. Маяковки назвали своих самых активных читателей. 27 ноября в библиотеке имени Маяковского подводили итоги конкурса «Читатель года-2015». Победители определяли в восьми номинациях. Самый активный участник конкурса, самый активный летний читатель, самая читающая семья, самый читающий класс и самая читающая группа детского сада. А также почетный читатель, друг библиотеки, была и творческая номинация «Нарисуй библиотеку». Работники библиотеки выразили благодарность своим самым активным читателям, которые участвуют в конкурсах, помогают в проведении мероприятий. Целый зал у нас собрался здесь. Такая теплая душевная обстановка. Как бы читатели делятся своими читательскими впечатлениями, по-моему, с удовольствием отвечают на вопросы библиотекарей. В номинации «Почетный читатель» победил Анатолий Иванович Герасимов. Он ходит в Маяковку более 25 лет. В фонде библиотеки есть написанная им книга воспоминаний об истории города, из прожитого и сотворенного. В номинации «Самая читающая семья» отметили семью Чередниченко. Старшие дочери, которые, к сожалению, не пришли на вечер, не только читают, но и сами уже пишут. Мелисента Чередниченко стала лауреатом новой Пушкинской премии, которая впервые присуждалась детям в этом году. У меня мама работала в свое время в библиотеке, поэтому я вырос в библиотеке практически. Поскольку я без книги вообще не представляю, как это было. Должен быть кабинет, весь вставленный с телажами, с книгами. Вот это так должно быть. Просто в каждой приличной квартире, скажем так, по моему понятию, без этого как. А у меня папа половину зарплаты тратил на книжки, поэтому у нас тоже можно было не купить сахара, но с книжки он не приезжал, ездил в технику специально за ними, потому что здесь местные книголюбы все скупали, а там они еще оставались. Подведение итогов конкурса «Читатель года» украсили воспитанники студии бальных танцев «Дека». Мы проводим большое количество познавательных мероприятий, различных литературных программ. У нас работают музеи замечательные. Это музей книги и зал военно-морской славы. То есть все наши мероприятия направлены на то, чтобы вызвать в наших читателях желание читать. Кроме того, в библиотеке работают разнообразные клубы – любители православной книги, французского языка и литературы, клуб «Книга плюс кино». А в следующем году библиотека имени Маяковского отметит юбилей – 70 лет.